Всем привет! Снимаю ванной, так как все спят. И здесь можно это все сделать тихо, и никто не проснется. Сегодняшнее мое видео я решила сделать о помадах. Делаю вечером, так как времени при дневном свете делать некогда. Делаю видео о моих помадах. Ну, первая помада я вам покажу. Я вам уже показывала ее, она от Ardeco. Она на мне, если видно. Кстати, тени тоже сейчас от Ardeco. Вот она вот такая вот. Медовая. 451 номер. Такой наикрасивейший цвет. Очень-очень-очень ей довольна. Так, вот такая красивая помада от Viva La Vida. Только красивое оформление. Очень. Ну, взяла такой цвет, чтобы носить с блеском. Вот я его попачкала. Вот такой вот, он очень-очень светлый. Он, получается, нюд, если вы наносите его сначала. А потом, любой блеск розовый или с коричневизной, сам он по себе вот такой вот. Вот он. Очень светлый, нежно-розовый. Следующий блеск от Yves Saint Laurent. Вива La Vida был под номером 19. Под номером 2 Yves Saint Laurent. Вот такой цвет почти закончился. Тоже нюдовый. Вот такой оттенок. Скажу, что он на губах смотрится, у меня на губах. Смотрится очень красиво. Это мой такой любимый, был любимый нюдовый оттенок. Ну, он очень красивый, но быстро съедается. Он быстро съедается. Вот. Потом я вам уже рассказывала о помаде Clarins. 0,1-й, Milone, Julie Roche, бриллиант. Вот такой. Тоже нюд. Приятный на губах, приятный запах и блестки. Под загар. Просто шикарно. Красивый. Очень довольна буду брать еще. Следующая помада как же. MAC. MAC я тоже довольна помадой. Буду брать, брать и брать. Тем более там спектр оттенков очень хороший. Пахнет конфетками, держится. У меня он долго на губах. Цвет очень яркий. Я взяла вот такой вот. Он какой-то... Такой, как оранжевый в золото уходит. Очень красивый. Называется Frost A80. очень красивый оттенок. Очень им довольна. Буду брать еще. Вот. Ну, от Marquee у меня две помады. Скажу, что у меня не очень много помад, так как я люблю, чтобы они все-таки заканчивались. А они как... Они протухали, старели. Мне пришлось бы их... Всегда отсылаю маме, чтобы она мне помогла их закончить. Такой тоже... Я его ношу зимой. Он такой, как подснеженную королеву. Цвет. И, в принципе, такой хамелеон. Под любой карандаш он подходит. Cher Blush. И он высветляет темные помады. Такой очень... Тоже перламутровый красивый цвет. Потом следующий цвет. Многие знают. Frosted Rose. Вот такой. Я его ношу зимой. Мне он очень тоже нравится. На губах смотрится просто шикарно. Такой металлический блеск. Вот. Очень красивый цвет. Мне он очень нравится. Ну, что-то я слышала, что их уже не производят. Хотя я не думаю. Думаю, что их можно найти. Следующая помада это от Dior. Rove Dior. Такой вот, 363-й оттенок. Светло-светло-розовым. Это, я думаю, летний из летней коллекции. Такой вот нежный розовый. Очень приятный. Долго у меня держится на губах. Знаете, запах напоминает чем-то даже Ruby Rose. И, кстати, консистенция тоже напоминает некоторые помады от Ruby Rose. Ну, конечно, я от них не чешусь. И лучше, естественно, качество. Лучший состав. Просто мне как-то вот он напомнил эти помады. Вот он, очень красивый цвет. Ну, конечно, цвет очень красивый тут. Единственный минус в Dior. Очень быстро кончается. Может быть, ее тут мало. Думаю, что, скорее всего, ее мало. Она настолько мягкая, настолько приятная. Ты ей красишься, и быстро-быстро кончается. И платишь такие деньги. И вот это очень обидно. Следующая Dior. 365. Вот такой тоже. Розовый оттенок, но уже такой потемнее. Нанесу здесь рядом. Ярче чуть-чуть. Тоже очень красивые цвета. Очень мне нравятся. В общем, я всеми своими помадами довольна. К лету хочу приобрести еще три помады и один блеск. Ну, не знаю, приобретые их или нет. В общем, это вся моя коллекция помад. Не так их много, но я люблю их пользоваться. Чтобы они заканчивались. Потому что всегда новые коллекции. Всегда хочется что-то новое. Вот сейчас я еще хочу купить от Clarins одну. От Sensei одну. И два от Chanel. Ну, не знаю, посмотрим, куплю их или нет. Если куплю, обязательно вам покажу. Ну, и вот моя тамаечка, покупочка с открытой спиной. Вот. Ну, это вот были... Было такое видео о помадах. Пишите, подписывайтесь. Всем вам рада. Всем спасибо за внимание. Пока.